Всем привет, с вами Дмитрий Хриценко, и сегодня я хочу показать ловушки в одном очень редком дебюте, который я, конечно, вряд ли кому-то могу советовать при игре за белых, это дебют Мизиса. Да, есть такой дебют тоже в шахматах, и он начинается после первого хода белых Д3. Ну, понятное дело, что ход Д3 не может быть сильно хорошим, очевидно, что задача дебюта, это, прежде всего, захватить центр, вывести легкие фигуры и сделать рокировку. Да, и понятное дело, что с первой задачей ход Д3 справляется весьма условно. Хотя могу сказать в защиту этого хода то, что в будущем можно перейти к уже какому-нибудь более-менее нормальному началу, допустим, к дебюту рейти, что, собственно говоря, было в первой партии, которую я сейчас и хочу показать. Итак, после хода Д3, конечно же, у черных есть масса сильных ходов, то есть это и Д5, и Е5, и Конь З6, Конь Ф6, Ж6 и так далее, то есть выбор огромный. И черные пока сыграли Конь Ф6. Ну что ж, далее оба соперника играли довольно неплохо. Было Конь Ф3, Д5, Ж3, Конь Ц6, Слон Ж2, Е5, рокировка. То есть, в принципе, возникла позиция, которая как раз-таки характерна для дебюта рейти. Позиция вполне нормальная. Здесь у черных тоже возникает довольно большой выбор. Главный ход это Слон Е7. Однако черные сыграли А6, ход тоже вполне возможный и сильный. Идея в том, чтобы не пустить белые фигуры на поле Ж5. Ну что ж, далее последовала Конь Д2, это тоже вполне нормальный ход. Черные сыграли Слон Е6. Ну здесь хочу сказать, что у черных, конечно же, есть идея Е4 в подобных позициях. Однако Е4 ход пока для белых не особо опасный, хотя бы потому, что можно сыграть просто Конь Е1. То есть, да, Конь на Е1 стоит не сильно удачно, однако в будущем он может вернуться на нормальное поле. Допустим, белые могут сыграть С3, Конь С2 в какой-то момент. То есть, в общем-то, здесь пока у белых все в порядке. В общем-то, Е4 ход был возможный, однако, опять же таки, он не выигрывал. Слон Е6, тот ход, который сделали черные, скорее всего, даже более сильный ход. То есть, черные что хотят, это сыграть в будущем Ферд Д7 и уйти в длинную рокировку. Это один из планов черных в данной позиции. Ну и в этой ситуации у белых было много сильных ходов. Пожалуй, самый простой, это ход Е4, после которого возникает примерно равная позиция. Также были ходы такие, как, допустим, С3, С4 и так далее. Но вот белые сделали тот ход, который, как ни странно, проигрывает сразу. Это ход Ферзи Е1. Причем ход, в принципе, довольно идейный. В подобных позициях так играют тоже нередко. То есть, идея в чем, чтобы, в общем-то, контролировать поле Е4 и провести Е4. Однако, здесь белые просто не успевают. Е4 уже играют черные. И оказывается, что просто конь белых здесь теряется. Потому что Ферзь занял поле Е1. И получается, коню особо некуда уходить. То есть, после ДЕ и ДЕ получается, что единственное поле у коня, а не под бой, это поле Х4. Как раз-таки пригодился здесь черным ходом Х6. Ну и далее, после хода Ж5, уже, по сути, партия заканчивается. Потому что конь на поле Х4 теряется. Естественно, что в этой позиции черные просто выигрывают. Ну что ж, еще последовало. Конь Е4, ЖАЖ. Но в этой позиции белые могли бы пытаться как-то подкрутить игру. И был еще ход Ферзь С3 довольно сильный. Но после точного хода черных конь Д4, именно так сильнее сыграть, чем стон Ж7. В общем-то, идея в том, что теперь угрожает ход конь Е2. И здесь еще белые можно потратить время на защиту. Допустим, белые играют ладья Е1. Ну а далее уже можно разменяться на поле Е4, потому что конь закрывает диагональ А1, Х8. Ладья уже не провисает. Далее черные играют стон Ж7. Кстати, во-прежнему возобновляю угрозу хода конь Е2. Ну и сейчас просто у черных лишняя фигура. Понятное дело, что позиция абсолютно выигранная. Но в любом случае, так можно было белым сыграть. Хотя, опять же-таки, в плохой позиции, как известно, все ходы плохие. Ну а конь Е6 это такая небольшая неточность. Хотя, в принципе, в такой ситуации повторюсь, что тут уже ничего хорошего особо у белых не было. Ну и здесь ход ЖАЖ, который сделали белые, это уже, по сути, финальный аккорд в этой плохой игре. Дело в том, что после хода ЖАЖ черных играет ладья Ж8. Начинается еще сильнейшая атака на белого короля. То есть появляется масса угроза, допустим, такие как ладья Ж2, там слон Ж3, даже просто ферзь Ж6 либо ферзь Ж7. И у белых здесь огромные проблемы. Они сыграли король Ж1, и после лидной рокировки просто сдались. Ну, очевидно, что у черных и лишний материал огромный, и, кроме всего прочего, еще сильнейшая атака на белого короля. Ну что ж, понятно, что концовка партии не так интересна. Здесь интересно, что ход Д3, в принципе, при подобной игре за белых вполне имеет право на жизнь. Если в будущем вы получаете какую-нибудь позицию типа дебюта Ретти. В принципе, если данный дебют вы любите, то вполне возможно играть даже первым ходом Д3. Хотя, конечно, посильнее сыграть, например, кони в 3. Ну и, опять же таки, в подобной позиции очень важно то, что у черных есть всегда идея хода Е4. Поэтому, конечно же, Е4, если хотят черные сыграть, то нужно этому помешать. То есть, либо сыграть, допустим, С4, либо, по крайней мере, не уводить свои фигуры на поле Е1. Потому что после ферзи Е1 и Е4, уже черные просто выиграют фигуру и, конечно же, побеждают в данной партии. Ну что ж, давайте посмотрим второй пример, который я подготовил для вас в дебюте Миссиса. Здесь оба соперника играли довольно творчески и необычно. Оба ошибались. Но, тем не менее, здесь белые ошиблись чуть меньше. Ну, по сути, даже именно грубых ошибок у белых не было. И в итоге они победили. Причем победили всего лишь 8 ходов. Итак, снова тот ход, который я, опять же, повторюсь, не сильно вам советую. Это ход Д3. То есть, объективно, он ничего особо не портит. Но и пользы от него тоже, конечно, довольно мало. В этой позиции, конечно, за черных сильнее всего сыграть, на мой взгляд, просто Д5. Ну, либо же, там, Е5, Конь Ф6. То, что мы видели в прошлой партии. Ну, ходы Ф5, которые они сделали, пока тоже еще не ошибочный. Однако, в общем-то, так открывать свой королевский фланг, мне кажется, нет большого смысла. Ну что ж, далее последовало Е4. ФЕ, ДЕ и Д6. Далее белый сыграет С4. Ну, и в этой позиции, опять же, такая небольшая неточность за черных. Все-таки очевидно, что у черных слабые белые поля. И, наверное, стоило сыграть Е6. Е6, и далее был простой развивающий план. Это слон Е7, Конь Ф6, короткая рокировка. Допустим, так можно сыграть. И, в принципе, у черных там, по большому счету, все в порядке. Однако, ход Конь Ф6, опять же-таки, по-прежнему это, пускай, и ошибка. Но такая мелкая ошибка, даже скорее неточность. И он еще пока вполне нормальный. Но вот далее, после хода Е5, уже последовала серьезная ошибка за черных, после которой у них уже действительно огромные проблемы. Это ход Д5. То есть, после хода Д5, черные теряют минимум фигуру. В этой ситуации, конечно, очевидно то, что черным плохо играет ДЕ. И это черные заметили. То есть, дело в том, что после ДЕ они просто теряют ферзя, поскольку будет слон Ф7. Ну и после короля Ф7, ферзь Д8, черные просто остались без ферзя, и уже, по сути, можно сдаться. Но также черные не посчитали вариант чуть-чуть дальше. То есть, ход Д5, который они сделали, тоже проигрывает по схожей причине, что и ход ДЕ. Вот, ход Д5 мы еще посмотрим чуть позже. Давайте покажу пока правильный ход. Это Конь Ф на Д7. То есть, это ход немножко пассивный, однако Конь просто уходит из-под боя. И, понятное дело, у белых здесь перевес, у них активная позиция. У черных пока не трокировки. И вообще, как-то король открылся, поскольку они сыграли Ф5. Но, в целом, здесь пока еще все более-менее неплохо. То есть, Конь Ф на Д7 уже стоило пойти. И далее, в общем-то, здесь у черных пока все нормально. Однако, они сыграли Д5. И далее получилась довольно интересная позиция. Белые сыграли просто Еф. Ну, в этой ситуации черным еще не поздно было сохранить хотя бы тот материал, который сейчас есть. То есть, остаться просто без фигуры, а не без ферзя, как получилось в партии. То есть, сыграть, допустим, слон Д6. Ну, очевидно, что после, допустим, МЖ, слон Ж7, слон Е2 у белых чисто и лишний конь. И тоже, по сути, легко выигранная позиция. Ну, а черные пошли уже принципиально до конца. Сыграли ДЦ. Ну, и здесь сработала та же идея, что и присоединяем по С4. Это отвлечение короля. То есть, простой ход Ф7. Ну, и после вынужденного хода короля Ф7 все равно черные стали без ферзя, потому что белые сыграли Ферзь Д8. И, конечно же, здесь позиция у черных пройганная. Ну, что ж, поэтому, что хочу сказать, что ход Д3, он, в принципе, безусловно, ничего особо не портит. На него отвечать Ф5, конечно же, я не рекомендую. Вот, то есть, проще всего сыграть, допустим, Д5. Хотя есть и другие ходы. То есть, Д5, Е5, там, конь Ф6, С5. У черных огромный выбор. Ну, и далее возникает примерно равная позиция. То есть, белые по дебюту, конечно, перевес не получают. Однако, если все-таки вы играете дебют Ретти, то вполне возможно сыграть даже и Д3. Ну, что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось. И в будущем я тоже планирую хотя бы время от времени разбирать такие вот редкие ходы. Типа, там, Д3, там, Е3, возможно, Ж3. Даже, может быть, ход какой-нибудь типа А3 и А3 тоже как-нибудь покажу. И разберу там парочку партий. Ну, что ж, всем спасибо за внимание. И до скорой встречи уже в новых видеороликах.